Давай перекрестись во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Есть верный слух, что у нас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену от отца своего. И вы возгорделись, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъять, и изъят был из среды нас, вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы, находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклон за вас, за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с оплесноками чистоты и истины. Я писал вам послание не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или слуречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ну, достаточно. Закрывай. А хищник? Что такое хищник? Расхищаешь его? Наверное, да. Сейчас точно не могу сказать. Ну, сможешь пересказать, что ты понял? Да ничего, ничего. Вообще ничего не понял? Ну, не общаться с грешными мира всего или с братом. С братом, который... Грешно. Ну, каким грехом-то он там? Ну, глудом. Глудом. И что там дальше, последнее? С таким даже и... Сообщаться не делал. Не сообщаться, и дальше там еще... Даже и последняя строчка-то. Я не понял. Или хищником. С таким даже и не есть вместе. Не есть вместе. Что значит не есть вместе? Ну, не сообщать. За трапезой. За трапезой. Завтра будет у нас общая трапеза. Да, я уже отблудил. У меня уже не стоит. Но грех-то непрощенный. И ты сейчас вне церкви. Ты должен... Ты уже сколько не прочищаешь это? С одиннадцатого года. С одиннадцатого года. А в каком году крестился-то? В одиннадцатом. В одиннадцатом году крестился. А блудил в каком году? Блудил уже и до крещения, и после крещения. Ну вот. Как-то расслабился. Расслабление сделал себе. Ну вот. Апостол Павел учит, что понятно, что ты сейчас не блудишь по той причине, что у тебя уже, как ты говоришь, не стоит. А если бы стоял? Ну-ка, посмотри на меня. Блудил бы? Да нет. Ага, что ж. Раз расслабился, два расслабился, три расслабился. Чё? Так, я считаю, вроде к чему. К чему? Покаялся. Ну, каяться, не каялся. Ну, а к чему? Ну, понятно. С женщиной дело иметь. Это дело молодое. Ну, ты последний раз после крещения-то сколько тебе лет было-то? Да то ли, я помню. Ну, тебе сейчас сколько? 71-й. 70 лет. Сейчас... Ну, 74-го января был. Ну, а сегодня какой? Ну, 27-е. Ну, год. Января. Ну, 70 тебе. 70? Да. Первый год. А, 7 лет назад ты крестился. 70-то я перевалил уже этот перевал. Ну, ты крестился 7 лет назад, правильно? Ну, в 11-м году. В 11-м. Сейчас, в 2018-м. Вот. 70-минус 7 было 63 года тебе. После 63-х лет ты опять впал в блуд. И ты говоришь, дело молодое. Чего себе молодое в 63-е? Не знаю. Это бешенство матки называется. Если бы ты был женщиной. Уже после 63-х-то. Ну, расслабился. Расслабился. Вот апостол Павел учит вот к таким вот расслабленным, который, называясь братом, остается блудником. С таким даже не есть вместе. Ну, так я уже закончил этот период. Закончил. А Бог тебя простил? Ну, покаяния не было. Покаяния не было. Таинства, покаяния не было. Значит, ты вне церкви, за вратами церкви находишься. А называешься братом у тебя. Брат Василий, брат. Ты входишь в храм с наглой рожей. Садишься за общий стол. Апостол Павел учит с такими даже не есть вместе. Даже не сообщаться. Понятно, что ты... А почему не исповедовался? Ты понимаешь, что в таком состоянии, если ты умрешь, ты в ад пойдешься. Ну, надо у батюшки спрашивать, почему не пошло покаяние. Не урани библию это. А при чем тут батюшка-то, почему не пошло покаяние? Вон он это. Не принял такое покаяние. Я не помню, как получилось. То есть ты на Таинство Исповеди пришел? Пришел. Пришел. Он тебя и Петрахилью накрывал? Накрывал. Накрывал. То есть ты плакал, да, там, говоришь? Да не помню. Ничего не помнишь? Все, память-то проел, будут набрать. Вот так вот. Блудник скудаумен, Вася. Ты сам-то понимаешь, что у тебя... Да понимать-то понимаю. Весь мозг бабы высосали-то у тебя честь. Слабо-то расслабился. Расслабился. У нас там, знаешь, брат один тоже в грех впал, тоже тут перечисляется. Блудники, пьяницы. Знаешь брата такого у нас? Михаил. Михаил. И Андрей. А он уже, наверное, вне церкви. Андрей уже ушел из общины. А Михаил пока держится. Ты знаешь, что Михаил, он... За общий стол не садится. Знаю. Знаешь. А почему? Сейчас мы читали. По апостолу Павлу. По печенью пьяного состояния. По апостолу Павлу. То есть пока батюшка назначается за этот грех и пить имя. И пить имя. То есть отлучение от церкви на какое-то время. Чем страшнее грех, тем больше время. Вот за аборт, за аборт по канонам женщину должны отлучить на 10 лет. От церкви. То есть 10 лет она вне церкви. Вот. Но если в это время она вдруг будет при смерти, ее разрешается причастить. Какая-то болезнь ее. Вот. Тебе сейчас надо будет готовиться к исповеди. Вот. Батюшка тебе назначит и пить имю. Вот. Что за пить имю? Церковное наказание. То есть ты будешь соглашенными выходить. Но ты и так выходишь. Только я выхожу. Ты и так выходишь. То есть тебя это все устраивает. Кто выходит соглашенными, тот в литургии не участвует. В литургии верных. Я скудил. Вот. А ты неверный. Понимаешь? Тебе веры нету. Потому что ты можешь расслабиться. Можешь напрячься. Потом опять расслабиться. То есть мы должны убедиться, что ты... Вот. Видишь? А объедение тебя этот бес мучает. Ты не можешь никак от него избавиться. В этом тоже надо будет каяться. Вот. И как только вот время пройдет, когда мы в церкви убедимся, что да, ты избавился от этих смертных грехов. Тогда батюшка опять тебя прочистит. И ты опять будешь с верными прочищаться христовых тайн. Так это... Как батюшка скажет. Как батюшка скажет. Сколько времени. Сколько времени, да. Года три, наверное. Года на три он тебя отлучит. А то и то, и то больше. Как каяться будешь. Вот. У меня тоже было такое. Три года в коридоре простоял. Плакал. Покаяние. Да, у меня было искреннее покаяние. Такие правила церковные. А пока за общий стол не садись. Там вот будешь пьяник, пьяница и блудник будете за одним столом столоваться там. Согласен? С тобой даже общаться-то нежелательно. Но коли у тебя уже, как ты говоришь, не стоит от тебя опасности-то такой нету. Сегодня не стоит, завтра может встать. Так что, Василий, вот так вот. Иди спи. Иди спи. Продолжение следует...